Собственно, добрый день! Наконец-то по заказам трудящихся я делаю обзор на вот этого монстра. Как обычно, с точки зрения геометрии, гитара верна и похожа на весло. Начнем с головки. Головка у нас похожа на гитары ESP, очень мне нравится. Немножко я ее утончил. Как-то так более утонченно что ли выглядит. Семь колков о семи струнах. Двусторонний анкер. Порожек из камня. Черного какого-то камня. Я не знаю, что это за камень. Твердый и хороший камень. Собственно, веерная мензура. Они немножко попозже. Плюсы и минусы. Семь кусков переклеенного грифа. Сделан он из ясень. Вот эти две полосочки. Это наша березушка родненькая. Еще две полосочки ясеня. И вот эти края коричневые. Это дерево. Кому интересно, наберете в интернете. Называется лох серебристый. Очень красивое дерево. Растет у нас в Сибирь, Казахстан. Где еще растет? Не знаю, скажите, если знаете. Далее, дека у нас ясень. Купил я ее в Красноярской компании, которая делает столешки из дерева. Был огромный кусок, кусок на 11 килограммов. То есть это единого куска деревяха из красивого, сухого, прекрасного ясеня. По железу у нас Hipshot Bridge. Спасибо братьям-китайцам. Специализированный, подверг на мензуру. Кривой. Вот этот вот. Очень рад. Очень хорошее качество. Очень недорого и прилично. Очень. Туда-сюда, понятно. Одна ручка громкости. Не стал я делать никакие отсечки. Мне и так хватает гитар с синглами. Моя любовь. Лодочки. Что хотите, говорите. Я люблю вот такое делать. Лучше гнезда, расположение гнезда я нигде не видел. Видел на ибанезах. Делают подобное высверловку прямо в дереве, чтобы там было гнездо. Выглядит красиво, понятно дело. Я люблю делать вот так. Я делаю не как на стратокастерах. Я здесь выфрезеровываю по форме этой лодочки. И утопляю чуть внутрь. Чтобы она была, так сказать, заподлицо. Чтобы она не бросалась в глаза. Дорого-богато. Здесь же также фрезеровочка сделана. Такие полосочки типа, как вот Алексей Лаеха. Рендирос, по-моему, тоже такие были. Здесь залит специальный состав из смолы с фосфорицирующим составом. Чтобы она в темноте светилась ночью и радовала тебе глаз. На сцене это, конечно, не видно. Она радует только тебя дома ночью. Вставлены светодиоды красные. Сверх яркие еще. Сюда. Для пущей радости. Ну и суть. Переворачиваем палочку. Здесь у нас струны сквозь корпус. И моя радость и гордость. Крышечка на магнитах. Не скажу, что это новое решение. Но очень оно мне понравилось. Потому что некоторые товарищи, производители крышечек на магнитах делают здесь вот такую вот выщербленную. Чтобы ты ее вообще как бы смог открыть, подлезть туда медиатором или там просто пальцем можно было как-то удобно. Я нашел другое решение. Здесь можно нажать вот сюда. Вот сюда вот нажимаешь, она поднимается и все, она вот здесь. Сделано это, понятное дело, для быстрого доступа. Туда, здесь у нас спрятана батареечка на 9 вольт. Она питает всю вот эту иллюминацию. И, собственно, схема управления ей. Вот эти вот дохлые осьминоги, вот эти. Можно сюда особое время не зацикливаться на этом. Когда-нибудь перепаяю. Вот. Далее, про иллюминации. Собственно, о чем был вообще весь сыр-бор. Много кто народу спрашивал, как это сделано. Сделано это очень просто. Если ты разбираешься в электронике, наверное, уже сразу догадался. А вообще сейчас расскажу. Струны, они у нас в схеме, как обычно, как на всех электрогитарах, имеют. Это масса, общий провод, минус, как хотите называйте. Собственно, это у нас минусовый контакт, протянутый через весь гриф. Как я поступил? К каждому ладу изнутри, пока изготавливалась накладка, к каждому ладу я припаивал светодиод. И получается так, что каждый светодиод с каждого лада припаян к общей шине и проводом выведен из торца грифа. И, собственно, получается, каждый лад, это у нас ключ, при нажатии которого зажигается свой светодиод. Некоторые думали, что здесь ардуино, конечно, зашито. Но нет, здесь все проще намного. Какие были сложности? Сложности были в изготовлении вот этого всего. Это было очень интересно. Я начинал делать накладку снаружи, с лицевой стороны. Радиус 20-й пропилы под лады. Фрезеровка индикации вот этой разметки грифа глубокая. Потом я ее заливал смолой с белым составом, чтобы она была просто мутная слегка, чтобы она не была прозрачной, потому что светодиод будет светить через нее. Нужно было добиться такой прозрачности, чтобы светодиод было видно, когда он светит, а когда он выключен, чтобы была просто беленькая вот такая вот заливочка. Собственно, лады я еще, получается, не вставлял. Была залита только смола. Переворачивал накладку и делал штробы, выфрезеровывал до момента появления пазов под лады как раз, чтобы вот смотришь на свет, и ты уже вот через эту штробу видишь уже полосочки, куда должны вставляться лады. Соответственно, когда лады вставил, уже туда запрессовал, с той стороны я видел их ножки. И к этим ножкам я припаивался с помощью паяльной кислоты, соляной. Они прекрасно паяются, все нормально. К каждому ладу был припаян, припаяна сборка светодиод красный, сверхяркий, трехмиллиметровый, на 3 вольта на Алиэкспрессе куплен. К нему же в сборку идет 270-300 Ом резистор. Это для того, чтобы запитаться от кроны, от 9 вольт. И вот такая сборочка, то есть светодиод, резистор, светодиод, резистор на каждый, на каждый, каждый, каждый лад. Вот. Здесь я покажу, что они, некоторые спрашивали, да как это под каждой струной светится? Они не под каждой струной. Здесь их 24 сборки, они светятся именно в определенном месте. То есть я зажимаю струну, допустим, седьмую, а светится она вон только в одном месте. В любом. В смысле я струну зажимаю, а светится она вот только там. Кажется, когда играешь, что зажимаешь под каждым ладом. Вот. Ну и, собственно, всю эту сборку потом приклеиваешь. И о замене ладов можно как бы забыть. Потому что меняешь лады, и все у тебя отваливается, и вся схема не работает. Вообще об этом я не переживаю. Стереть 3,2 до нуля, это надо постараться, я не знаю. Ну вот. Следующие проблемы и неспособность их решения, так сказать. Если вы не знаете, подскажите. Проблемы при... Первое. При игре, когда ты нажимаешь на лады, включенные светодиоды, они начинают издавать мелкие щелчки. Особенно слышно это, когда играешь через хайгейн какой-нибудь. Это заметно, когда ты один. Так вот просто что-то там перебираешь, она щелкает. Слышно, когда что-то играешь, громко, незаметно. Вот. Немножко на зит, но с этим можно жить. Это не такой треск, когда ты, типа, примочку переключаешь, или я там... Прям... Нет. Слегка, слегка слышно. Как это решить, я пока не знаю. Вот. И буду ли это решать вообще. Дальше. По поводу иллюминации. Казалось бы, что тебе наоборот будет удобно, что каждый лад подсвечивает, где ты находишься. Оказалось, что ты путаешься совершенно и не понимаешь, где ты сейчас в данном месте стоишь, в какой позиции. Я специально себе маркером начертил просто хотя бы, чтобы примерно лучше понимать, где ты сейчас на каком ладу. Вот. Потому что, когда играешь, светодиоды эти очень яркие, и у тебя перед глазами просто какое-то красное зарево. Где, что, куда, вот, собственно, немножко не то, что ожидалось. Может быть, эта проблема могла бы решиться, если поставить тоже светоевую индикацию постоянную на торцы, на торцы грифа, либо, может, какой-то другого цвета сюда еще тоже постоянную индикацию какую-то поставить спереди. Может быть, решилось бы. Вообще, как бы, к всему привыкаешь. Спустя там неделю я уже более-менее на ней даже не промахивался. Вот. Про веерную мензуру что сказать, ну, было интересно, модно, стильно, молодежно, выглядит, как бы, круто. По поводу практичности не сказал бы я, что это лучше, чем обычные лады. Особенно вот эта вот позиция, как-то физиологически она очень странна. Особенно, если у тебя гитара как-нибудь так висит, то вот так вот, вот так вот искривлять руку, ну, очень, как-то, неудобно. Вот здесь ничего не скажу, она гнется, рука, прекрасно сюда. Немножко первые часы неудобно. Все, ко всему привыкаешь, как механика, автомат. Можно, как бы, гитары менять, потом через пару недель уже разницы особо не чувствуешь. Что у тебя веерная мензура, что нет. По поводу бриджа, тоже, как бы, кривой, тебе надо привыкать глушить струны, немножко искривлять ту же руку. Ну, пойдет, можно смириться. Вот, собственно, вот такая палка. Очень интересный проект был. Даже жалко, что закончился так быстро. Одел ее что-то месяца два, наверное, всего. И то я больше ждал комплектующих. Собственно, доволен. я доволен этой штукой. Если будут какие-то сразу вопросы по поводу заказов, я скажу, заказов я не принимаю. Я завязал с этим делом. Больше я гитары на заказ не делаю. Этот экземпляр я делал чисто потому, что мне было интересно. на волне этого я хочу не знаю пока запал не пропал. Может быть еще какую-нибудь сделаю гитарку. Тоже, наверное, с веерной мензурой. И как мне кажется, ее лучше сделать с прямого лада. Начать с первого лада, чтобы он был прямой. И сюда по прогрессии как бы дальше веером вот так вот искривлялся, так сказать. Ну, бритч, конечно, будет еще более косой. Не знаю. Интересно попробовать сделать какую-нибудь на нейлоновых струнах какую-нибудь электрогитару, чтобы не как у всех. Чисто для интереса. Вот. Собственно, вот такой агрегат. Пишите вопросы. Пообщаемся. Собственно, кому интересно было, ставьте лайки. Если кому интересно будет дальше, подписывайтесь. Всем пока. Пока.